Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Мы продолжаем рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, а именно о Кубке Мира. Турнир этот проводится по нокаут-системе, о чем, собственно, и говорит, во всяком случае намекает его название, кубок, поскольку в кубковых соревнованиях после каждого этапа проигравшие вылетают, а число продолжающих участвовать в борьбе за главный трофей сокращается ровно наполовину. И вот сегодня у нас пойдет речь сразу о двух этапах, о тайбрейке предыдущего, четвертого этапа, который можно называть 1-8 финала, и о первых партиях четвертьфинальных сражений, которые проходили сегодня, то есть в понедельник. Итак, вернемся в день вчерашний и вспомним о том, что несколько российских гроссмейстеров, во всяком случае Александр Грищук к ним безусловно относится, продолжали борьбу на этом этапе. Напомню, что Александр Грищук выиграл свою первую партию против Линьера Домингеса, ну а затем во втором поединке, имея черные фигуры, уступил. Он не был обязан, строго говоря, выигрывать первую партию, не был обязан проигрывать вторую, но так уж легла карта, что борьба в этом матче перешла в режим тайбрейка. Давайте взглянем, что случилось во второй партии ускоренных шахмат, быстрых шахмат с контролем 25 минут плюс 10 секунд после каждого добавленного хода. И еще раз напомню вам, что если в двух быстрых партиях кто-либо добивается преимущества, то есть выигрывает это со счетом 2-0 или 1,5 на пол очка, то матч прекращается, а победивший на этом этапе выходит в следующий раунд. Белые фигуры во второй партии принадлежали Александру Грищуку, первая закончилась лечью, и был сделан ход конь g1, f3, на что последовало d7, d5. Ну вот такая вот внешне неброская установка, расстановка сил со стороны Александра Грищука. c2, c4, ну можно отнести условно это все к каталонскому началу, хотя с другой стороны каталонское начало, не каталонское начало, дальше может случиться все что угодно. Короткая рокировка, и после d4 действительно уже на доске стоит каталон. Взятие dc, fc2, a7, a6, a2, a4, салон d7, fc4 и салон c6. То есть черные осуществили свою достаточно такую стандартную перегруппировку. Они должны решить главную проблему каталона, а именно проблему плохого белопольного слона, которого очень трудно развить, не потеряв что-либо на ферзьевом фланге, не пойдя на уступки. Ну в данном случае черные вроде бы это решили, но стоян c6, слон загораживает пешку c7, и это все-таки вносит некоторый диссонанс в игру черных. Слон g5 сыграет Александр Грещук, конь bd7, конь c3, h7, h6 и слон бьет f6. То есть первое впечатление таково, что Александр Грещук на многое не замахивается. Он готов разменяться. После конь бьет f6 следует ладья d1. Белый, конечно, контролирует большее пространство в центре, и игра черных все еще психологически непроста. Тем не менее ощущение такое, что серьезных проблем Ленинер Домингес испытывать не должен. Слон d5 он играет, предлагает размен коня на слона, или слона на коня находят d5, белый ферзь не желает этого. Он хочет поддержать свою армию в продвижении e2, e4, в захвате центра, а слон по-прежнему является, ну, своего рода, ахиллесовой пятою черных, хотя бы в некоторой степени. Слон бьет f3, и проблему этого слона Домингес решает кардинальным образом, меняет его на слона, на коня, коня f3, а не на коня c3, и после этого следует c7, c6, черные окопались, все вроде бы безобидно, чуточку лучше у белых, но ничего страшного с точки зрения черных. e3 играет Кричук, ах5, аж4, аж5 и е4. Ну, ход h5 довольно логичен со стороны черных, потому что не хотелось им допускать зажим на фланге. То есть, хотелось бы выстроить крепкую, такую непробиваемую структуру, да то, что белые захватят центр, это не столь уж важно. То есть, развить свою инициативу в центре им белым будет очень трудно. g7, g6, ферзь e3, ладья e8 и король g2. Вот я сказал какие-то такие общие слова, но на самом деле преимущество белых в пространстве все-таки кое-чего-то значит. То есть, у них есть определенные шансы, и не такие уж маленькие, тем более после того, как черные сыграли h5, сделали с одной стороны ход полезный, хороший, а с другой стороны довольно опасный, потому что сыграв h5, поставив пешку на h5, черные создали для белых возможность вскрытия игры на королевском фланге, то есть провести g4 в удобной для белых редакции, и король черных может оказаться в опасности. Ну вот король g7, ладья d3, Александр Гречук не торопится с ходом e4, e5, и после ферзь b6 следует ладья d1, словно бы провоцируя соперника на ферзь бьет b2, но ход, конечно, не лучший, прямо скажем. Тогда, скорее всего, белые сыграли бы ладья b1, забрали бы на b7, и отыграв пешку, они активизировали свои силы, все свои силы, ферзь черных расположен очень неуютно, неустойчиво, на d6 отступать он не может с дохода e4, e5, а угрожают уже всякие вещи типа конь d5 с выигрышем партии. Ну поэтому ладья d8, теперь уже e5, наконец-то консолидировавшись полностью и поставив свои фигуры в центр, Александр Гречук приступает к решительным операциям, к началу атаки, и вот дальше очень любопытные события. Вот наши электронные друзья не без оснований утверждают, что вот, ну я перевожу, так сказать, с языка значков и оценок на человеческий язык, так вот утверждают, что ничего страшного с черным не случилось, нужно лишь расположить коня, расположенного на, сейчас на поле f6, на другую удачной позиции. И лучше всего этому соответствовал код конь g8, с тем, чтобы на коне e4 перевести коня на h6, откуда он и защищает своего короля, и устремляется на идеальную для себя позицию на f5, и тормозит возможности белок по проведению g3, g4. Судя по всему, с ручей хода конь g8 позиция оставалась примерно равной, но игра шла не в классические, так сказать, и не в медленные такие фидовские, ускоренно-медленные, скажем так, шахматы, а в быстрые шахматы 25 плюс 10, поэтому был сделан самый неудачный из возможных ходов конь d7, то есть неплохо было относительно, неплохо и конь d5, тогда белая стадия была лучше, а после конь d7 берут заметное преимущество, во всем случае все виды на атаку. Здесь можно было сыграть, честно говоря, и конь e4, но конь e2, ход, который предпочел Александр Грищук, как всегда он потратил больше времени, но ничего катастрофического для него не происходило. Время все-таки было достаточно, чтобы принимать вполне осмысленные решения и ставить перед соперником чисто шахматные проблемы. Так вот, здесь, как ни удивительно, черные были обязаны, вот слово, я думаю, правильно употребил, обязаны сыграть короля ладью h8 и затем поставить ладью на поле h6, обезопасить тем самым своего короля от прямых таких штыковых ударов со стороны белых и обороняться черные могли бы. Хотя вот если сравнить эту позицию с той, которая получилась бы, если бы черный конь отступил бы с поля f6 на g8 и затем перевелся бы на h6, то, конечно, эта позиция смотрится куда хуже для черных, потому что конь d7 не идеально расположенная фигура. Но так должен был играть Лениер Домингес, он же, в счастье, сыграл c5, последовала ладья b3, наверное, что-то недосмотрел в своих предварительных расчетах Лениер Домингес, когда страшно ослабил диагональ, диагональ f3, b7, по которой заработал в бисовую силу белый слон, да и ладья подключилась, ну, и досчитался, просчитался он, конечно, примерно следующим. Он надеялся здесь взять на d4, что черные же обязаны сделать, иначе они потеряют пешку b7, туда вторница ладья у белого будет огромное преимущество. Здесь же ладья бьет b6, взятие на e3, вроде бы ничего страшного быть не должно произойти черными. Но смотрите, конь на d7 атакован, времени на то, чтобы взять на e2 у черных нет, следовательно, увести коня нужно не куда-нибудь, а на e5 кое-что прихватить, поскольку при любом другом отступлении коня все равно белый на e3 тот самый удар, который помог Александру Щеку и в данной позиции, а именно ладья бьет e7. И оказалось, что черные потеряли фигуру. Правда, если бы черные не забрали пешку на e5, то у них было бы просто плохо, не было бы фигуры без компенсации. Здесь же кажется, что далеко не все ясно. У черных сохраняются неплохие шансы на спасение, на получение контрыгры, но это не совсем так. Ну, если взять на e7, тогда потеряется ладья на d8, и это будет для белых гораздо лучше, чем то, что случилось в партии. А в партии Ленинер Дамингис взял на d1, белый Александр Лещук забрал на e8, у белых лишняя фигура, но после хода конь d3 подвисает пешка на f2, и кажется, что все учтено черными точно, прекрасно, потому что не видно ничего иного, таково первое впечатление, чем взять на f2 пешкой. Ну, разумеется, именно пешкой, чтобы создать угрозу прохождения ферзи. Не на f2, а на e3, извиняюсь. Ну, нельзя взять, то есть угроза взятия на f2 пешкой страшна для белых, а если взять на e3 здесь, тогда последует конь e1, шах, отступать в сторону король не может из-за потери с ладан на f3, а после короля f2 конь вернется, даст шах, снова даст шах, и ничего лучшего, чем согласиться на повторение позиции, у белых нет, иначе они получат, если отдадут с ладан на f3, белые получат хуже. Так вот, здесь очень сильный ход, хладнокровнейший делает Александр Лещук, хотя у него, как всегда, было совсем немного времени. Но не острый цвет нот, еще раз повторюсь. Конь c3, отличный ход, атаковано ладья, ладья d2 играть нужно. Теперь слон e2, перекрываясь вот таким вот образом, заставляю черных что-то забрать. Черные не берут на f2, потому что если взять пешкой, то здесь уже последует слон бьет d3, и дальше техническая работа начинается. Несложная пешка. Черных утрачивает активность, опасность для белых, ферзя она не пройдет. А после конь b2 черные кое-что прихватили, и надеются разменять много фигур. Они вышибли ходом конь b2 опору из-под коня c3. Слон на e2 подвисает, там с ручей, например, fe, тогда можно сыграть конь бьет а4. И поэтому король f1. Король f1 защищает слона и парирует угрозы как ладья c2, так и конь бьет а4. Ну, взятие на f2. Теперь ладья b8. Очень, вот, меня восхищает вообще, честно говоря, игра Грещука, действия Грещука на этом участке борьбы. То есть, в сложной позиции, в непростое для принятия решений, он делает целую серию идеальных, принимает целую серию идеальных решений, и реализует эту свою трудно реализуемую, как оказалось, практически нереализуемую лишнюю фигуру. Ладья c2, ладья b3, король f6, король теперь бьет на f2, ну, уже видно, что у белых лишние фигуры за две пешки, это немало. Конь d3, король идет вперед. Конь c5, теперь нельзя поменять коней вот таким вот образом, потому что подвиснет в конце варианта слон на e2. Это очевидно, но издалека так бегло, можно так не воспринять такое элементарное обстоятельство. Ну, у белых есть простой ход ладья a3, пассивный, но защищающий все, сохраняющий контроль над конем c3 и над пешкой a4. Король e5, теперь слон b5, перегруппировка Грещука, его фигуры занимают надежные крепкие позиции, размен ладей проигрывает, не выгоден для черных, позиция будет все еще трудно реализуемая, но безусловно выигрышная для белых. Ладья d4, ладья e2, король отступает, король e3, король e5, ладья f2, атакуя пешку на f7, нужно играть f5, и белые играют ладья f4, предлагая размен ладей. Размен на f4, это размен в не очень хорошей редакции для черных, позиция тогда будет достаточно просто выигранная для них, поэтому черная ладья отступает, надеясь замутить воду, но это лишь на руку белым, потому что ладья c4, Александр Ищук перегруппировывается, усиливает позицию, следует теперь конь e2, ну и последний ход в партии, который был сделан, это ход ладья c6, белые угрожают ходом кони f4, атакуя пешку, и самая главная угроза, конечно, не конь f4, а слон c4, это понятно, слон c4 угроза. И, например, король e5, вот я смотрю так, я делаю ход конь f4, а слон c4 это будет посильней, то есть здесь слон c4, и, наверное, черным действительно можно сдаться, что они сделали за некоторое время до этого. Но вот таким вот непростым путем все-таки смог преодолеть барьер в лице одного из лучших американских гроссмейстеров, экс-кубинца Ленира Домингеса и Александр Ищук, и вышел в следующий этап, с чем мы его, безусловно, и поздравляем. Ну, чем дальше, чем дальше в лес, тем толще партизаны, во всяком случае, чем дальше в лес, чем дальше по турнирной сетке вы проходите, тем более серьезными, опасными, грозными соперниками встречаетесь. Но мы перейдем сейчас к другой партии, к... эта партия, напомню, не сегодняшняя, не партия четвертьфинальных сражений, а тайбрейк полуфинала. И в этом тайбрейке между собой сошлись Ле Куан Клем, очень интересный вьетнамский шахматист, и Ле Вон Аранян. Также Рапид 25 плюс 10, правда, это не вторая партия, насколько я понимаю, первая, в которой Ле Вон Аранян имел черные фигуры, или вторая все-таки? Ну, давайте не буду ничего категорически утверждать, хотя легко это справку соответствующую... навести. То есть Ле Вон Аранян, где он там, у нас Ле Вон Аранян? Да, я был прав. Это была первая партия, я не ошибался, это была первая партия тайбрейка с быстрым контролем времени, то есть вообще первая партия тайбрейка. И вот в такой позиции Ле Куан Клем сделал ход c24, на что Ле Вон Аранян ответил конь f6, конь c3, e5. Игра перешла в достаточно известный вариант, известную разновидность английского начала. То есть черные словно бы играют сицилианскую за белых, а белые за черных, но лишний темп, лишний темп у белых дает им основание все-таки побороться за преимущество. e2, e3. В последнее время этот ход завоевывает все большую популярность, хотя ход g2, g3, конечно, самый распространенный в данном положении. Срон b4. И после ферзь c2 черные берут на c3. Ход хороший, то есть ход идейный. А основная идея состоит в том, что если белые возьмут ферзь, бьет c3, что все ожидали, что является, конечно, основным продолжением, основным ответом здесь за белых, тогда черные защищают пешку e5, не двигают ее вперед, а защищают ее ферзем. И идея белых состоит в том, что на любое спокойное развитие, типа a3, черные играют d5, с темпом, с удобствами захватывают центр, атакой белого ферзя, пешка e5 защищена, заканчивают черное развитие, и у них здесь, ну, как минимум, не хуже. Вряд ли лучше, если белые играют аккуратно, но у черных не хуже, проблем нет. А если сыграть d4, это естественная альтернатива. Ну, можно сыграть, кстати, конь e4, такой неплохой ход сделать. Я еще хотел показать вам варианты, связанные со взятием на d4, но, может быть, остановимся на том, что есть ход конь e4, совсем неплохой. Наступление ферзя, возможно, шаг с b4, возможно, взятие на d4. Ход bc, конечно, это то, к чему готовился, что хотел сделать сам Лек Вальд Клием, и таким образом, белые сохраняют очень сложный характер борьбы. Причем, если при фианкетте белых, пусть законченном или незаконченном, то есть вместо хода e3, если белые сыграли g3, затем слон g2, это все-таки в значительной степени для белых оправдано. Здесь кажется, что все это не то, но раннее e4, немедленное e4, привело бы к тому, что белые могли бы подорвать эту самую пешку на e4 не с помощью d2, d3, что резко ухудшило бы их структуру, а с помощью f2, f3, предварительно отступив конем. Поэтому 0-0 играет Левон Ронян, d2, d3, d4 теперь не идет, d7, d6, спокойная, слон g2 и конь e8. То есть Левон показывает, что он не собирается вступать в какие-то стычки в центре, а его план связан, скорее всего, с продвижением f7, f5. А белые, имея вот такую вот негибкую структуру, хотя пешек в центре у белых больше, они не могут проводить какие-то активные операции, решительные операции в центре, вскрывать центр и так далее. Ну, потому что просто черные на этом участке доски имеют очень устойчивую структуру. e5, d6, c7 пешки, а план черных связан с ходом f5. Пока рокировка, f7, e5 играет черные, и может быть белым все-таки стоило здесь, ну, ответить d4. Как бы отреагировал здесь Левон Ронян, я не знаю, самое, как будто бы, естественно, это e4, может быть, ход не лучший. И тогда белый отступает на d2, и дальше уже связывает свои планы с ходом f2, f3, и все понятно, все у них у белых срастается, хотя у черных тоже игра отнюдь неплохая. Сложная позиция, примерно равная, у белых точно не хуже, одно можно сказать. А вот ход конь e1, такой немножко вычурный, как принято говорить, который сделал Леку Англием, ну, он создает угрозу, или идею f2, f4, может быть. Какие-то перегруппировки белые хотят осуществлять, они тоже словно бы демонстрируют сопернику, что вот я начинаю так вот крутиться, вертеться своими фигурами, куда-то их переводить. А могу, то есть я могу, белые могут не торопиться с першими движениями, у меня два флота, но, понимаете, в такой игре, когда один маневрирует, другой маневрирует, все-таки некое психологическое, как минимум, преимущество остается на стороне черных, а конь e1 ход, ну, так нанюх, что называется, не выглядит хорошо. Конь черных возвращается назад, ведь f7, f5 уже Ливон Аронян провел, конь на f6 после этого стоит лучше, чем стоя на том же поле, но перекрывая пешку f7, дорогу пешки f7. Теперь же c5. Вот такой интересный вот план. Ну, здесь на f4 черные уже могут сыграть e4, это понятно, меняться белым невыгодно, структура их в любом случае ухудшается белых, если они сыграют f4 и на e4 d4. А ход c5 очень забавный по-своему, любопытный. Идея состоит в том, что, хотя это жертва пешки, но если белые, если черные ее примут, они получат ход слона a3 с атакой пешки c5, вроде бы нужно играть b6, теперь d4, удар-удар, например, и вы видите, что отдав всего одну пешку, белые резко активизировали все свои фигуры, наладили великолепные взаимодействия своих сил, угрожает dc, бить на d4 невыгодно из-за того, что потеряется даже не столь качество, сколько конь на c6, откроется ледница и белый ферзь заберет на c6, а иначе белый усилит давление на пешку, c5, срон выскочит с поля e2 куда-нибудь на b5, на f3, или ему на c4 с шахом, и у белых хорошо. То есть так играть черные не должны, принимать эту жертву не должны черные, это донайский, как принято говорить, донайский дар. А правильный ход d5 сделали он и ронян, и после этого белым, скорее всего, стоило вернуться конем, как ни парадоксально. Вот назад включится уже в борьбу за центр, все-таки кое-чего они, белые, добились. Они спровоцировали соперника на ход d6, d5, который с одной стороны ход вперед усиливает позиции черных в центре, но делает этот центр более уязвимым, доступным для атаки белых фигур и пешек. Ну, последовало d4 сразу, и теперь уже конь с e1 никуда выпрыгнуть не может, дорога на поле f3 ему заказана, и у черных отличная игра, хотя может быть еще пока не лучшая. c4, слон e6, ладья b1, ладья b8, f4. Но то, что делает лякуан лям, вряд ли может быть рекомендовано, потому что просто по структуре, после кони a5 у черных все хорошо. Они добились как раз того, о чем только можно мечтать в подобного рода позициях. Они заблокировали игру соперника, по сути дела убили, липово убили слона, стоящего на поле c1, выключили из игры значительной степени слона на e2, а конь с e1 просто не имеет никаких перспектив, у черных лучше, это понятно. Ферзь c3 играет лякуан лям, и допускает, в общем-то, удар на a2, потому что хотя висит у черных конь на a5, но там слона на e2 подвисает, и ладья на b1, но в начале b6 вот такой вот делает Леон Ронян, довольно логично, он защищает коня, он еще более урушает свою структуру, и белые должны были, судя по всему, сыграть конь c2, ферзь бьет a2, затем ладья b2, ферзь d5, конь b4, и вот просто отдав пешку, консолидироваться. Им удалось бы во многом консолидироваться, их фигуры, то есть белые фигуры, стали бы вполне нормальными, и, несмотря на отсутствие пешки, ну, у белых шансы спастись, шансы получить контр-игру. Не совсем у белых плохо, хотя, конечно, без пешки хуже. Но если это последовало с лон a3, так амбициозно, что-то такое-такое, пешка на a2 по-прежнему висит, ну, и настало время забрать эту пешку. Конечно, слон a3 защищен ферзем, но ладья на b1 ничем не защищена, никем защищена, и слон a2 так же. И вот не успевают белые ничего сделать. Взятие на b6. Теперь сильный ход cb, простой, хладнокровный, видимо, давал черным очень большое преимущество, потому что после ферзь b2, а не хочется отдавать ладью на b1, взятие на f8 не решало проблем, потому что черные забирали на b1, потом могли включить ладью с поля c8, коня на d5, полная доминация на фланге при лишней пешке. Ну, был сыгран на конь d5. После этого у белых кое-какие надежды на спасение, на контрыгру есть. Подвисает ладья на поле b8. Конечно, висит у белых пешка на e3. Довольно сложная игра, безусловно. Ладья отступает. Отдавать пешку на e3 не хочется, но защищать ее тем более нехорошо. Черные просто заберут на b6 и будут иметь лишнюю пешку при крепкой блокадной структуре и отсутствии контрыгры у соперника. Поэтому cb играет для квантлем. Следует размин ладей. Конь забирает на e3. Но у белых все-таки проход на c7. Кое-чего до этого стоит. Теперь в случае хода ладья f2 сразу. Черные могли бы просто забрать пешку, стоящую на поле c7 и приступить к реализации своего материального преимущества. Поэтому d5 играет здесь белые. И ладья f2 лишь в этот момент. Хотя, честно говоря, я смотрю, очень больших изменений бы не было в этом случае, не произошло. Но у черных здесь есть возможность важная. Сыграть конь c4 сразу, атаковать слона. Так и поступил Ливон Иронян. И белые должны были сыграть слон c4, имея просто плохую позицию. Просто плохую позицию с какими-то шансами на спасение. Первые сыграли слон e5. Они подставили слона под удар, но включили его в борьбу. То есть какие-то непонятности на доске, какие-то пешечные изменения структуры и так далее. Но ладья c8. Конь бьет e5. Вроде бы от черных никуда не уйдет. g4. Попытка обострить игру. Но взятие, взятие, взятие на g4. Слон бьет g4. Ладья бьет c7. Пришло время подвести итоги, подвить бабки. У черных две лишние пешки без компенсации. Ясно, что если черные не ошибутся, то они выиграют. Ну, в общем-то, это дальше и произошло. Ладья d2. Слон заступил на b7. Какие-то переводы. Какая-то демонстрация активности. Белые обязаны это делать, если они хоть на что-то надеются. Например, конь e5. Играть сейчас нельзя из-за ладья d8 мат. Ну, форточка. Конь e3. Конь e5 теперь уже идет. На ладья d8 король уходит на g7. Пешка e не опасна для черных. Не слишком опасна. Атакован белый слон на g4. Поэтому никакие ходы конь d5 не невозможны. Король f2. Король f8. Слон наступает. Король e7. Ладья a2. Вроде бы лучше всего здесь было сыграть конь d3 и на наступление a6. Вот такой редакции, чтобы не пустить белого слона на f1. Потом после a6 можно сыграть слон f1. И защищаться белые еще могут. Но вместо этого хода слона f1, который тоже, конечно, не решал ничего. Позиция белых объективно плоха. Но чуточку упорнее сопротивляться можно. Последовала ладья a4. Теперь конь d3 шаг. Затем ладья c3. И создавая такие рентгеновские угрозы к коню. Угроза по третьему ряду. Там еще и слон на h3 стоит. Ладья a5. Король d6. Ладья a1. И вон Ронян не торопится. Забирает спокойно пешку на e6. У черных уже две лишние пешки. Конь c5, защищая слона. Король отступает. Ладья f6. А5. Ладья f7. Король идет вперед. Белые одну пешку отыграли. Но у черных страшная проходная. Ну и это решает все. Окончательный и бесповоротный. Конь d3 шаг. Затем a3. Ладья b6. Одна лишняя пешка всего лишь у черных. Но зато какая проходная на a3. Ладья g5. Конь c5. Перекрывая белой ладья дорогу на a5. Ладья бьет c5. Ну, сыграно так. Потому что иначе белым никак не остановить пешку a. Можно было сдаться сразу. Но эта задача произошла вот в этот момент. Когда чуть позже даже. Когда сыграл Ливуда Граньян. Слон d5 почитав варианты. Перекрыл дорогу слону на a2. Закрыл его. Черные провели ферзя. И дали шаг с поля h1. Ну, все. Все было уже давно. Но сейчас вот сдался действительно для Куанглем. Он теряет пешку стоящую на поле h2. Черный король подтягивается. А ферзь против коня. При отсутствии пешек выигрывает очень-очень-очень легко. Ну, так Ливон Иронян. Сыграв, выиграв эту партию черными. А потом четко сделав ничью белыми. Не дав сопернику никаких шансов. Вышел в следующий этап. Ну, и, конечно, тайбрейк это тайбрейк. Но если вы на восставное время турнирное ничего такого экстраординарного не делаете. А все решаете на тайбрейке. Причем никогда не на Армагедоне. Или в каких-то вылицовых партиях. А в одной из первых партий. То, может быть, даже с точки зрения экономии сил. Это и неплохо. Это, может быть, даже лучше. И вот нечто подобное, кстати, случилось и в матче двух. Азербайджанских гроссмейстеров. Шахрияра Мамедьярова и Таймура Раджабова. Которые делали-делали ничьи. В первые две просто понятно, что они договорились, чтобы экономить силы. Не растрачивать их в ходе медленных партий. Самых напряженных. Самых энергозатратных. Ну, а уже в блиц по 10 минут выиграл вторую партию Таймура Раджабов. И вышел в следующий этап. Но я не показываю этот поединок. Давайте оставим его, так сказать, в покое. И констатируем, что Таймура Раджабов выступает из азербайджанских гроссмейстеров наиболее успешно. Наиболее удачно. И принимает участие в матчах 1-4 финала. Ну, самым напряженным, вне всякого сомнения, оказался поединок между Яном Кшиштовым Дудой и Джеффри Шонгом. Американским гроссмейстером китайского происхождения. Причем тут жуткая заруба была. То есть выходил вперед Дуда, Шонг сравнял. Потом выходил вперед Шонг, Дуда сравнял. Ну и вот я сейчас показываю уже блицевую партию. Партию 5 плюс 3. Причем это была вторая, последняя блицевая партия. И если бы она завершилась ничью, равенство в счете бы не нарушилось, то был бы Армагеддон, 1-11 партия, в которой белые обязаны побеждать, имея 5 минут против 4 у соперника, без добавления до 61-го хода. С 61-го хода начинается добавление. Ну, если, конечно, доживут люди, соперники, гроссмейстеры до столь глубокого Н-шпиля, или, может быть, сложного, но далекого Митрельшпиля. Итак, Шонг, Дуда. И вот очень любопытно, что в этом поединке, после Е2-Е4, хода, сделанного Джеффри Шонгом, и ответа соперника кони в 6, вообще, конечно, ведущие гроссмейстеры могут играть любые дебюты. Это блиц, это не совсем серьезный шаг. Вот здесь имеет смысл попытаться удивить своего оппонента. И вот Ян Шиштова-Дуда удивляет соперника применением защиты Алёхина, а Джеффри Шонг в ответ разыгрывает вариант 4-х пешек. То есть, самое жесткое, самое такое амбициозное начало, значит, реакция, белые идут вперед всеми пешками, сохраняют максимальный контроль над центром, зажимают соперника. С другой стороны, конечно, известно, что контрград черных против этого центра довольно серьезной может оказаться, но я полагаю, что Джеффри Шонг оказался просто лучше готов вот к этому развитию событий. Ну, применил защиту Алёхина неожиданно соперника Ян Шиштов-Дуда, а получил в ответ еще более неожиданную реакцию. Вариант, который очень редко встречается в современной практике. Если вы не знаете, во-первых, не являетесь крупным специалистом в защите Алёхина, да и плюс еще, ну, конечно, тогда вы не должны знать хорошо и вариант 4-х пешек под захватом центра. Смотрите, Б3, ферзь Е7, ферзь Е1, ладья Д8, ладья Д1 и Слонжа 4. Ну, вот здесь важный момент. Е5 компьютер рекомендует с контрградой с хорошей у черных. После ЕД, ДЕ у белых вроде бы чуточку лучше, но так чуточку. Вот я не очень понял, почему Д5 нельзя сыграть. Я думаю, что после хода Д5, а Блиц, конечно, принимать решение непросто, и ход Слонжа 4, который сделал Алёх Шиштов-Дуда довольно естественный с практической точки зрения, он не сыграл в Е5. Ну, вот здесь, что могло черных остановить от идеи Е5? Конечно же, ход Д5, возражение белых. И что? Как играть? Если конь Д4, ну, тогда просто берем, 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 и не видно, что черные могут получить взамен пожертвованного материала. Ферзь С5, ферзь Ф2. Нет, ферзь Д2, конечно. Ферзь Ф2 это отскок слона, и будут неприятности. А тут, как добраться до этой ладьи? Бить на Д5 вроде нельзя. Ну, берем нужно на какой-то код типа С6 просто отступить в угол, королем уйти из-под связки. Если взять на Д5, то конь бьет Д5. Ну, лишний пешек у берем сохраняется. Хотя здесь, конечно, шансы на спасение у черных могут быть вполне. Но явное преимущество берем. Если Е4, тогда взятие на С6, взятие на С3, взятие на С3. Скажем, БЦ, ладья бьет Д8, взятие-взятие, слон бьет С6. И не совсем понятно, за что пожертвована пешка. Комбинации не идут. Хотя я сейчас смотрю, здесь ладья Д3 есть ход. Ага, ладья Д3 есть ход. И что потом? Конь Д5. И потом ничего. Конь бьет Д5, слон бьет Д5, шаг. Так, не состоялось, не сложилось у черных контратака. Так, если конь Б4, тогда ферзь Ф2 с угрозой слон С5. Если идти вперед, ну Е4. Если конь С2, то слон С5, это понятно. Если Е4, то проще всего слон С5. И после Е3, поскольку взятие на Ф3 не очень-то помогает. Можно забрать ферзя, а потом отобрать одну из фигур. Ну а здесь вот, если Е3, тогда слон бьет Е3. Слон бьет С3. Ага, здесь я что-то зевнул. Так, ну тогда будем играть по-другому вот здесь. Тогда сделаем более естественный ход, более спокойный ход. Конь Д4. Атакуем слона. И на слон бьет Д4, взятие-взятие и слон Ж6. Можно сыграть слон С5. Вот в этой редакции. Вот, правильная редакция. Атакованный ферзь, атакованный позади него ладья. Ну и слон бьет Ф2. Тогда просто слон бьет Е7, размен-размен. И под двоем остается ладья на Д8 и конь на Б4. То есть белые в этом варианте выиграли таки партию. Ну вот ход слон Ж4, опять же, коль скоро идет речь о Блице, но трудно, в общем, как-то, не имеет смысла, нелепо я бы сказал, пытаться подвергнуть какому-то тщательному анализу действия соперников. Поскольку они принимали решения быстро, времени не было. И если мы хотим анализировать, как-то воспринимать, интерпретировать человеческую игру, то, конечно, надо объяснять психологию принятия решений, а не рассыпаться каким-то веером компьютерных вариантов. Итак, слон Ж4, ход после которого очевидно, что белых большое преимущество. Конь идет на поле Е4. Аш 7, Аш 6. Ну, может быть, конечно, делалась ставка на взятие на Ф3, но тогда промежуточный удар на Ф6. И пешка Д4 не под ударом, в случае хода ферзь бьет Ф6, можно взять в ладью и такую ферзя, сбить ее в белых два слона плюс сильный центр, большое преимущество. После Аш 6 следует ферзь Ж3. Слон идет назад, отступает на Ф5, конь бьет Ф6, взятие на Ф6 и конь Аш 4. То есть, черные словно потеряли время, два темпа, а белые перегруппировались и уже переходят в решительную, а может быть, решающую атаку. Конь идет куда надо, слон в черных под ударом, он отступает. И здесь, может быть, белым стоило сыграть в ладья Д2, просто сохраняя все выгоды своего положения. Небольшое преимущество. Но соблазнился. Соблазнился Джеффри Шонг взятием на Ф6. Не то, чтобы так поступил бы каждый, но так поступить хочется. И вместо хода ферзь бьет Ф6, который сохранял возможность сопротивления, вполне полноценного, то есть, у белых преимущество двух слонов, преимущество преобладания в центре и так далее, так вот вместо этого хода, который сохранял перевес белых, но ни к чему решающему не приводил, последовала слон бьет Д1. Это ошибка, недооценка возможности ладья Д6 с угрозой слон бьет Д6. Если теперь слон бьет Е2, то после слон бьет Д6 черные разваливаются форсированно, угрожают ладья Бьет Ж7 шах, парировать эту угрозу практически невозможно. Что-то черные теряют неминуемо и остаются в совершенно безнадежной позиции. Поэтому было сыграно конь бьет Д4, пытаясь то же самое или почти то же самое осуществить немножко в другой редакции, угрожает конь бьет Е2 шах с вилкой белому ферзю. Ну слон Д3 пока что. Конь Е2, размен, размен, слон бьет А6. Здесь черные не имеют даже лишние фигуры, но они забрали пешку, открыли линию Д для ладьи. Вроде бы какие-то надежды есть, там может быть какой-нибудь шах с С5, но все это легко парируется. Можно хотя бы слон Е3 сыграть. Ладья Д1, король идет вперед, ферзь Ф8, вот так решил. Контратаковать, защищаться. Яншиштов Дуда, он сделал конечно ставку на ошибочные король бьет Е2, этот код не был сделан, он плох, его нельзя, так играть нельзя из-за шаха. Ну и теперь самое четкое, как будто бы, я смотрю нет ли здесь мата белому королю, ну предположим нет мата, скорее всего нет мата, но можно забрать ферзя и понятно, что после этого у черных все в порядке, а у белых нет. Так вот, поэтому конь Ф3 сыграл Джеффри Шонг, закрылся, на Ж7 по-прежнему страшная угроза взятия, слон у черных подвисает. Ладья Д7, ну просто король бьет Е2. Черные отдали фигуру, можно было сдаться уже сейчас, но были сделаны такие ходы, бить ладью невыгодные, за ходом конь бьет Е6, шаг и теряется ферзь. Поэтому король отступает, все равно конь бьет Е6, можно было сдаться, но блиц есть блиц, сдаться тем более никогда не поздно. Если король Х7, тогда ладья Х6, затем самое чистое, слон Ф6, шаг белым ферзем и наступление короля, ферзь Ж7, а зачем я так играю? А вот не надо так играть, там на Е6 висит. А, можем так играть. На коробе Е6 слон уходит, если вот так сыграть, тогда слон отступает куда-нибудь, ну куда угодно. Шаг белой ладьей, нужно играть ферзь Ф6 и мат. Все понятно, все правильно. А если король Ж8, тогда слон Д4, так как продолжалась партия, но продолжалась она недолго. Шаг черному королю и последний ход партии, слон ладья Ф6. Компьютер, говорят, дают какие-то варианты форсированного мата, гораздо более быстрого, чем после хода ладья Ф6. Но ход ладья Ф6 по-человечески правильнее, потому что после взятия-взятия, ну что? У белых лишняя ладья, ферзь за ладью и еще две пешки, ферзь и две пешки за ладью по-другому. Иными словами, вот выиграв эту партию, а это была последняя блицевая партия, иначе при ничейном исходе и равенстве, сохраняющемся в счете, был бы Армагеддон, напомню. Так вот, после победы в этой партии, достаточно сенсационный, на мой взгляд, Джеффри Шонг вышел в следующий этап. Еще один, так сказать, китаец, правда, в данном случае, американский шматист китайского происхождения, в дополнение к двум натуральным, так сказать, китайцам из Китайской Народной Республики. Давайте перед тем, как двигаться дальше, взглянем, точнее сказать, подведем краткие итоги этих сражений, а именно сражений одной восьмой финала, которые проходили в воскресенье. Ну, скажу сразу, что Дин Лежень, который едва унес ноги во втором поединке против нашего Кирилла Алексеенко, в быстрых шахматах принострировал подавляющее преимущество. Ну, наверное, это не случайно. Вспомним, как он победил Магнуса Карсена, я об этом не раз упоминал. И здесь преимущество Дин Леженя, и сила игры, мощь, я бы даже сказал, такая чистота исполнения, ну, производили впечатление. Он выиграл обе быстрые партии, и с общим счетом 3-1 сокрушил нашего Хейла Алексеенко. И Дин Лежень, третий шахматист мира по текущему классическому, вышел в следующий этап. Джеффри Шон, как мы знаем, обыграл Блице после очень тяжелого обмена ударами Яна Шиштова Дуды из Польши. Ваш Хелограф. Ваш Хелограф выиграл еще в основное время, мы это знаем, у Петра Свидера. И также в основное время, об этом уже шла речь, Никита Витюгов уверенно переиграл Весли Суу. И это, конечно, неожиданный настоящий результат, поскольку здесь вот Никита Витюгов просто сокрушает одного звездного участника, одного фаворита за другим. И вот, в частности, в 1-8 финала таковым стал Весли Суу. Ян Непомничий проиграл в основное время, мы также об этом сообщали Юя Ни. А Ливон Ранян на тайбрейке выиграл. И это была, кстати, я вот ошибся, это была, я ошибся с контролем. Это был не контроль 25 плюс 10, а контроль 10 плюс 10. Это были вторые партии быстрые. То есть ускоренно быстрые шахматы, еще не Блиц, но добавление 10 секунд все-таки относит такой контроль, такой регламент к быстрым шахматам, а не к Блицу. Тимур Раджабов выиграл у Шахрияра Мамедьярова, и Александр Грещук, как мы видели, победил Линьера Домингеса. Ну а что же происходило сегодня? То есть в матчах 1-4 финала. Безусловно, очень интересные события. И две партии с участием российских гроссмейстеров я вам сейчас покажу. Итак, меняю титр. Александр Грещук против Дина Леженя. И мы приступаем. Итак, Александр Грещук имел белые фигуры, и снова встречаясь с главным фаворитом турнира, хотя я думаю, что Александр Грещук не считал себя чем-то слабее китайского гроссмейстера, который, судя по всему, наверняка получает право участвовать на турнире претендентов по рейтингу. Александр Грещук неоднократно принимал участие в турнирах претендентов, ему не привыкать. Он входил в самую-самую, так сказать, элиту, число самых первых, а также по рейтингу и по реноме, по всему чему угодно. Но сейчас-таки уже годы начали брать свое, поэтому, наверное, фаворитом в этом матче воспринимался Дин Леженя. Итак, Грещук имел белые фигуры, сделал ход Д4 и снова разыграл каталонское начало, как и в партии против Линера Доминьеса. Похоже, что это начало, этот дебют становится, ну, если не главный, одним из главных, ну, одним из главных, все-таки, репертуарных начал дебютов оружий Александра Грещука. А7, А6, и белые играют 0-0. Теперь черные могли бы, конечно, сыграть конь Д5, и на конь Е5, Б5, таким способом они, черные, сохраняют пешку. Ну, тогда белые продолжают обычно А4, затем жертвуют позиционно эту самую пешку и имеют долгосрочную инициативу, а черные вынуждены вести такую окопную оборону, окопную защиту, поскольку они, все их мечты, всех мечтаний черных связаны, сопряжены с попыткой сохранить лишнюю пешку, но эта лишняя пешка пока что не сказывается, она не может проявить себя, и лишь вот после долгой-долгой обороны они, черные, могут надеяться, мечтать о переходе в контратаку. Обычно черные на это не идут, опасаются, и было сыграно конь С6. Так сыграл один лежень, Е2, Е3, теперь уже Б5 малоэффективна по причине конь Е5, конь дважды атакован, конь черных на С6, нужно поэтому взять на Е5, и после слона Б8 уберу их лишнее качество. Идти на это черные, разумеется, не должны, это для них невыгодно, и поступает по другому в один лежень, ладья Б8. Теперь конь Д2, вот такой вот маневр по отъему пешки, и белый слон берет контроль с коня С6, чтобы не допустить ход Б7, Б5, защищая пешку, а иначе пешку эту никак не защитить, не спасти. Поэтому следует Е5. Очень интересно развиваются дебютные события этой партии. Поначалу Грещук играл достаточно быстро, не уступая сопернику, а затем все-таки начал задуматься, взятие-взятие, взятие на Е5, конь Ж4. То есть черные дают такой бой на встречных курсах. Конь Д4, срон Е6, меняться не очень-то хочется белым, потому что они отдадут назад пешку на Е5, позиции подравняются, у черных очень хорошие слоны. И хотя структура пешечная похожа у черных, но, наверное, проблем серьезных нет. И вот здесь впервые, в этот момент на самом деле, впервые надолго задумался Грещук, он принимал принципиальное решение. Вот наши электронные друзья советуют сыграть конь Д2. И сложная борьба, но по их электронным друзьям, электронного друзей мнению, у белых получше. Опять же, можно спорить, все-таки белые ослабили структуру свою на королевском фланге, прикрытие белого короля. Ферзь Е2 сыграл Грещук, допустил H5. Любопытно, что этот ход ответственный, правильный, безусловно. Дин Лежит сделал почти сразу. И вот важно что? Что белым невыгодно здесь играть F2-F3. То есть ход H7-H5 базируется на том очень интересном, неочевидном обстоятельстве, что ответ F2-F3 это неправильное решение со стороны белых. Если бы конь вынужден был отступить на H6, то белый был просто преимущество. Там Е4, какой-то зажим. Но Е4 я не знаю сразу или нет, там F4-D4 есть ход. Может быть ЛД1 начать, потом Е4. На ЛД1 нет удара на С4, промежуточный вызов Ф8-D8 шаг. Вот. На H6 выступать черным нехорошо. Но можно сыграть H4. И вот на это сделал ставку 1-Лежит. Очень красивая идея. Стоит она в том, что коня забрать вроде бы надо, иначе атака черных развивается сама собой. Теперь взятие на G3. Допускать взятие на H2, скорее всего, ЛД1, ну мягко говоря, опасно. Там еще Ф4-H4 потом пойдет после взятия на H2 ЛД1. Поэтому вроде бы надо брать. И тогда Ф5-D5 в этом идее угрожает и Ф1-H1, и, может быть, еще более существенно, ЛД1-H1 шаг и ЛД2-H2 шаг с выигрышем Ферзя. А кроме того, подвисает белый конь, расположенный на поле C4, его атакует и с Ф5-D5, и с ЛД6-E6. Ну, ЛД1-F3 как будто бы лучший ход, хотя странно, когда такой ход является лучшим, но здесь Ф4-H4 и у черных преимущество. То есть вот идея на F3 ответить H4, это тот, так сказать, ресурс, на котором зиждется оборона черных. Поэтому белый играет ЛД1, тоже потребовал отход разбушления Александра Ищука, и он стал приближаться, если не к целью ноты, то к дефициту времени. Ферзь С8, Ф3. Здесь уже один лежать, задумался, задумался и принял неправильное решение. Ну, скажу сразу, отмечу, укажу. Нельзя невыгодно брать на C4, конь подвисает, но там Ферзь бьется 6 шаг, король идет вперед, ну и просто Ферзь бьется 4 с выигрышной позиции у белых. Фигура отыграна, черный король ужасен, у белых пара пешек лишних и выигрышное положение. Но можно было сыграть слон Д5. И вот варианты, которые начинаются после слона Д5, очень-очень любопытные. Надо играть, ладья бьет Д5, иначе непонятно, зачем все это белые сделали. Е4 невозможно, тогда перекроется диагональ, черный слон заберет коня за просто так, уже никого Ферзь бьется 6 не будет, Е4 играть нельзя, напомню. Надо жертвовать качество. И кажется, что у белых очень здорово. Они централизовались, атаки на белого короля быть не может, но может быть много разных нюансов. Ферзь Ф5, вот такой вот нюанс. Белые играют Ф3. Подвисает ведь сейчас пешка, стоящая на поле Ф2. Черный Ферзь, чек, куда-то в другое место устремляется на С2, посматривает туда. Ф3 правильный ход. Тогда Ферзь С2, создавая угрозу и взятие на С1 шахом, слон не защищен ничем. И угрозы Ферзь Ф2 шах и Ферзь H2 мат. И сразу Ферзь бьет H2 тоже угроза немаленькая, хотя Ферзь С2, конечно, более серьезная, самая серьезная. Белые промежутки могут дать шах. Лишить черных рокировки. Заставить черного короля застрять в центре. И теперь конь БД2. Вот такая вот штука. И кажется, что у белого должно быть здорово. Но смотрите, какими возможностями располагают черные. Они могут сыграть шах дать. Теперь идти вперед нельзя. Потому что будет дан шах с Е2, и белый король получит вот такой мат. Скорее всего, именно такой. Можно и по-другому, но так лучше. Короче, проще. Если сыграть конь F1, ход вынужденный после шаха. Черные могут забрать на H2. В таком порядке им осуществлять эту идею лучше. Потому что после скорой бьет H2 и ладья H6 у белых меньше выбор. Атакован конь на F1, помимо ферзя, которого атакует ладья по шестому ряду. Шах из D5 не проходит. Ферзь черных на D1 занимает очень интересную, хорошую, выгодную для себя позицию. Если ферзя атаковать там с помощью слона D2, то можно сыграть ферзь D2 шах и забрать белого ферзя. Поэтому нужно сыграть конь D6. Это лучшее решение, иначе потеряется конь на F1. И черные сохранят атаку, а не белые на короля соперника. После конь D6 ситуация вроде бы совсем не ясна. Угрожает ферзь Е8 мат. Коня нужно забрать и забрать пешкой. И теперь Е4. То есть белые с помощью вот такого маневра оживили свои фигуры. Слон С1 мечтает выпрыгнуть. Давайте я покажу, куда он мечтает выпрыгнуть. А мечтает, конечно же, выпрыгнуть. На поле Ж5 в первую очередь. Ну и при случае, это шах, грубо. Ну и взять ладью тоже неплохо. Короче, черные вынуждены давать по этому шах. И затем ладья Ж6. Просто уводя ладью из-под удара. И беря под контроль очень важное поле Ж5. Шах теперь с поле Ж5 белым слоном невозможен. Слон D2. Белый слон пытается подключиться с другой стороны. Шах с А5 тоже смертелен для черных. Но ферзь Б5. Ну и черные близки полной консолидации своих сил. Лишнее качество у них. Король, правда, на Д8 какой-то неискренний. Но что делать? Наверное, надо меняться. Потому что отступление приведет к тому, что черные заберут пешку на Е5. И не будут иметь проблем, а будут иметь лишние качества. И вот здесь после слон С3 взятие. И А4. Черным невыгодно играть на С5. И за слон Б4. И белые выигрывают качество, оставаясь с лишней пешкой. И некоторыми шансами на победу. Аппенсация у черных прекрасная. Я думаю, что ход ладья Б6 привел к тому, что у черных было бы точно не хуже. Чуточку лучше. Но, наверное, черным здесь хочется чего-то большего. Хотя, с другой стороны, давайте сделаем этот ход. Да, ладья Б6 можно сыграть. Ну, можно сыграть ладья Б8, претендуя на большие со стороны черных. Нужно где-то делать, я не знаю. С рона Д6, например, ладья Д1, корония 7. И с лишним качеством, все-таки, шансы у черных победить были бы немаленькими. Немаленькие. Возиция белых, если неплоха, то тяжела. Так вот, это то, что касается последствий хода с рона Д5. Не совсем форсированы те варианты, которые я вам показал. Но очень так правдоподобные. Все одно звено за другое цепляется. Такая цепочка выстраивается. Похоже, что ход с рона Д5 давал черным объективно преимущество. Но, Дельный Жень, видимо, просто на глазок решил, что на слон Д5, ладья Б8, консолидация полная у белых, централизация у белых лучше. Идти сюда не надо. И он сделал ход ладья Б6, защищая пешку вот таким образом, возвращая качество назад. Качество отбирается, значит, не на качество назад, а отдавая просто качество. Теперь лишнее качество. Там было качество и черных лишнее. И вот такой вот остаточный образ сработал у меня. А теперь лишнее качество у белых. Но после H4, а ход H4 хочется сделать, черные ведь консолидировались. Они хотят с помощью H4 начать уже такую серьезную атаку на белого короля. Ход H4 препятствует при движении H5, H4. Все логично. Конь бьет Е5. Черные выигрывают пешку, так сказать, отыгрывают. И при материальном равенстве начинается очень интересная игра, в которой у черных идеальные фигуры. У белых открытый король. То есть компенсация за качество практически полная. Но все-таки не полная. Слон F5. Ферзь H1. От греха подальше. Иначе там слон H3 на ферзь G2 может будет сыграть. Конь Е5. F2, F3 не пуская черных после слон G4 на страшное для белых поле F3. То есть слон G4 сейчас смертельное или полусмертельное для белых угрозы. Поэтому F3 прикрывает эти самые белые поля. Слон C2. Ладья D2. Слон G6. На F5 хочет выигрывать черный ферзь. Ладья D2 стоит хуже, чем на D1. Поэтому был включен ход слон C2. Ферзь G2. Короткая рокировка. Ладья D1 и ферзь F5. Ну, на глазок трудно сказать вообще. Чью польза позиция. То есть качество у белых есть, а все какое-то такое подвешенное. Все как-то рискованно расположенное. Короче говоря, Ладья D1 ход вынужденный. F4 ведь явно и не то. Тогда по белым полям будет 12 со стороны черных. Ферзь E6. Конь Е2. И вот когда Александр Греччук начал кронокровно перегруппировать свои фигуры, стало потихоньку по валеннику казаться, что качество вся-таки штука хорошее. Серьезное. Конь выброгнет на поле F4. Потом разменяет черного слона. Потом белые ведут короля. Сыграют E3, E4. Выведут слона C1. И в чем-то схоже с тем, как Греччук обыграл Домингиса в быстрые шахматы, он может выиграть здесь и у столь грозного соперника, как Дин Лежень. Ну, конь D3 играет Дин Лежень. Если вы хотите играть конь F4, пожалуйста. Но будете менять своего коня на моего коня, говорит Дин Лежень. Если теперь EF после этого, то бежечная структура на фланге будет совершенно... Не то, чтобы скомпрометирована, забита. А если же EF, то потеряется спешка на H4. Поэтому пока что король H2. Радья D8. E4 играет Греччук. Логично. Теперь угрожает уже конь F4, конь BD4, конь F4, конь BF4 и срун BF4 с почти чистым лишним качеством. Но черные продолжают F5. Не дают времени Александру Греччуку на то, чтобы принять какое-то решение в спокойной ситуации. То есть нужно или ударить на F5 и вскрыть позицию, ну или согласиться на какой-то обмен ударами. А у черных все фигуры развиты. Великолепно отмобилизованы. И локально, вот на том участке борьбы, где происходит противостояние, борьба идет, ну черные имеют численное, скажем так, материальное преимущество. Взятие на F5, ферд бьет F5, конь F4 наконец-то, срун F7. Не меняется один лежей. Сохраняет двух слонов. Теперь один из его слонов, белопольный, мечтает занять, скорее всего, поле D5 и оказывать продолжать давление на соперника. Конь бьет D3, ладья бьет D3. Слон D5 серьезнейшая угроза с атакой пешки F3. Слон F4, теперь слон F4. Но белым трудно было отказаться от хода слона F4. У черных тогда бы могла начаться доминация. Там слон D6 еще возможность. Тогда уж слон F4 на это не сыграете. Потом слон D5. Представьте, что слоны черные встали бы на поля D6 и D5. Как бы чувствовал себя белый король. После слона F4 белый откупается от всего этого лишь одной пешкой. Меняя при этом ладьи, явно легче становится белым. И снова кажется, что можно попытаться реализовать теперь уже качество за пешку. Но все-таки фигуры черных хороши. Слоны хороши. Слон D5, атакован пешкой F3. Ферзь D2. Теперь в случае хода слон бьет F3, последовало бы ладья F1. Нет. Последовало бы не ладья F1, конечно, а ферзь Е8 шаг. Что-то я не то вам сказал. Слон, наверное, ладья Е8 шаг последовало бы. И на король H7 еще шаг ладьей. Надо играть слон G7 и слон Е5. Так, не зеваю. Взеваю. Но можно ладья бьет G7 сыграть. Взятие-взятие. Шаг. И черным худо. Потому что надо куда-то в угол пойти, тогда шаг. Король идет вперед и дать мат. Могут беру использовать G7. Вот такая штука. Слон F3 плохо. G4. Теперь если FG, тогда HG. И атака на первого короля продолжает по линии H. Угрожает ферзь H7 или ферзь H5 шаг и шаг с H1. Ну и слон, конечно, с поля F6 поддержит действия своего коллеги, стоящего на поле D5. Поэтому ферзь D3 играет Александр Грещук. Следует размен-размен. Взятие на F3. Слон бьет B6. И черные играют слон Е5. Вот я не знаю. Потому что вот по характеру борьбы видно, что все время черные атакуют. Все время черные создают какие-то проблемы. Нужно Александр Грещук защищаться. И может быть вообще объективно или субъективно соперники считали, что скорее инициативой владеют черные. А у беру нет никаких оснований для того, чтобы претендовать на победу. Наши электронные друзья говорят, что надо отдать пешку G2. Вот таким вот образом. Затем сыграть владея D4. Ну и пытаться реализовать внешние качества. Я не знаю. Как-то все это выглядит очень оптимистично и противоестественно. Поэтому то, что сделал здесь Александр Грещук, сделал ход слон D4, это довольно естественное решение. Логичное решение. Так как человечески понятное. Но ход слон D4 своего рода предложение ничьей. Которая была зафиксирована после хода слон D4. Просто один ход и ничья. Ну, можно по-разному отобрать пешку на F3. Хоть сразу взять на F3, например. И на слон бьет D4 ладья F4. На ладья F3, конечно, черные взяли бы. Слон бьет F3. Соглашение на ничью произошло бы сразу. А, оно пришло на полу хода раньше. Если ладья D1, то взятие, взятие, и F2 королем пешку достать невозможно. Король G2 играть нельзя по кодексу. Слон на E4 у черных. Поэтому нужно отступить. Теперь слон D3. И чтобы не пропустить F1, ферзь с потерей ладьи за пешку, нужно играть король G2. Игра переходит в пешечное окончание. Ну, и чтобы убедиться, что в этом пешечном окончании ничего произойти не может, давайте продолжим, так сказать, вот вариант такого рода. И сделаем один сильный точный ход за черный, ход А5. Можно сделать его и позднее, например, сыграв король G7, потом А5. Но важно, что ход А5 есть. Меняться вроде бы надо. Ну, и понятно, что черные просто забиваются в угол. И это ничья. То есть, вот так закончилась эта партия. Я считаю, что очень достойная, очень интересная, очень зрелищная партия. Не безошибочная. Но, понимаете, недочеты какие-то, отдельные неточности соперников. Они очень глубоко были закамуфлированными, с сложнейшими вариантами, с сложнейшими идеями, которые где-то там в глубине скрываются. Найти их по-человечески очень трудно. Можно, иногда удается проинтуичить, но очень трудно. А в целом, конечно, очень достойно играли. Два очень сильных шахматиста. Ну, и закончили первую партию между собой, четвертьфинальную в ничью. Ну, а что делал другой российский гроссмейстер, а именно Никита Витюгов, который встречался с другим китайским оппонентом, а именно Ю Яньжи. Давайте сейчас в меню титр. Ошибок допускать не буду. Итак, Никита Витюгов, Ю Яньи. Да, вчера, кажется, писал Ю, просто Яньи. Сейчас написал Ю Яньи, как чаще обозначают фамилию этого гроссмейстера китайского наши журналисты. И вот поначалу, или достаточно долгое время казалось, что ничего совсем, совсем почти ничего интересного в этой партии не случится. Вот такая позиция, примерное равенство по структуре, по каким-то таким вот внешних признакам. Чем-то это все напоминает систему Свешникова. Но это не система Свешникова. Не система Свешникова все это получилась. То есть, если белые не берут на Ф6, не сдваивают черные пешки, то вот как раз так расположены и белые, и черные пешки обычно. Ну, не обязана пешка белого стоять на Ж3. Слон стоит как раз где надо, и на И6, и на А6. Короче говоря, позиция примерно равная. И Свешниковцам известно, что хладнокровно маневрируя свои благи, они не рискуют. А если белые вдруг начнут заниматься какой-то активной деятельностью, ошибутся, то трудности могут возникнуть и у них. Ну, вот Ф5, играя здесь Юя Ни, скрывает позицию чуть-чуть. Никита Витюков хладнокровно отбрасывает черного ферзя, играет Б4, наступление на А7. То есть, черные контролируют и линию А, защищают пешку, стоящую на поле А5, и диагональ А7-Ф2. А это актуально, потому что к пешке Ф2 присматривается и черная радия, падение Ф, и ферзь, и вторая радия на Ф7 готова переместиться. Атакует самую пешку Ф2. Взятие, слон бьет Ф5, ферзь Е2, и радия БФ7. То есть, налицо вот та самая реализация, попытка реализации той самой идеи. Белые могли бы, в принципе, взять на Б5. Не опасаясь ничего, не опасаясь того, что на Ф2 у них висит пешка, или подвисает пешка. Скорее всего, черные должны были бы взять на Б4 и довольствоваться малым в форме маленькой комбинации. Вот такой вот, с отбором ферзя на Б5. Материальное равенство, примерное равенство в позиции. Скорее всего, будет разменен через какое-то время черный, белопольный слон черных на Б5 на белого коня Д5. Слон переместится черный второй через Е3 в центр. Ну, может быть, не будут черные, конечно, тропиться. Слоны, штука хорошая. Но при коне на Д5 очень трудно оживить и как-то задействовать активно, реально, слона на А6. Короче говоря, это было возможно, но был сделан ход Владяев 1, самые естественные человеческие точки зрения, защищающие дополнительно пешку Ф2, на которую посматривают черные фигуры. Здесь, может быть, или точнее сказать, скорее всего, черным стоило сыграть слон на Д7, защищая, сохраняя защиту пешки на Б5. У черных было точно не хуже, может быть, чуточку лучше. Но сыграл слон на А6, здесь Юэни, и Никита Ютьюгов воспрял духом. Времени у него было достаточно, то есть не меньше, чем у соперника. И можно было сознательно, так сказать, вполне продуманно принимать решение. 32-й ход белых. Ферзь бьет Б5, забирая смело эту пешку и оставляя пешку Ф2 без защиты. Но Владяев 2-2 логичный ход. И белый король отступает, не опасаясь ничего и никого. После чего оказывается, что атаковать белого короля черным нечем, не выходит. Белые могут в дальнейшем взять на Ф2, сразу или постепенно. Ферзь Б5 надежно защищает коня, стоящего на Б5. Если же все ладьи применяются, то черный король начнет чувствовать себя довольно уязвимо. Там ферзь Е8 идея возникает. Хотя вот, вроде бы, лучшим решением для черных было сделать фурточку, сыграть просто G7, G6. И сохранить напряжение в позиции, которая оставалась примерно равной, хотя и весьма сложной. А ведь недавно эта позиция представлялась весьма простой. Вот такой, несложной для разыгрывания, для оценки, для принятия решения. Но Юэни делает очень ответственный, очень любопытный ход ферзь А8, который, наверное, не является лучшим решением, но и решением очень интересным. Он желает, во что бы то ни стало, воспользоваться тем обстоятельством, что ладья на Ф2 оказывает давление на белого слона, стоящего на поле G2. И атакован конь на Д5. То есть, идея взятия двойного на Ф1, это страшная угроза, конь подвиснет, белые должны что-то сделать, и это что-то сводится к одному из двух. И вот здесь вот Никита Федюгов, которого времени было перед началом раздумья довольно много, потратил изрядное количество этого времени на то, чтобы решить, как играть. У него две примерно равноценные возможности было. Или сыграть сразу конь Ф4, атакуя черного ферзя. Понятно, что после этого и ладья у черных подвисает, и ферзь. Если даже разменяться на Ф1, а потом уступить ферзем, то подвиснет слон стоящий на И6, и белые выиграют. Поэтому нужно играть в ладья BG2, взятие-взятие. И вот в такой ситуации с лишним качеством, чистым, чем-то это перекликается с тем, что мы видели в партии Александра Гречука с Дином и Женем, с лишним качеством все-таки белые стоят получше, но сложная позиция для оценки. Здесь, обращаю в свое внимание, сохраняются ладьи. У черных есть одна ладья, что из общих соображений на руку им. Но с другой стороны, белые какое-то время выигрывают по сравнению с вариантом начинающегося от хона ладья BG2. Так сыграл Никита Витюгов и ответил конь Ф4 в такой редакции. Но поскольку подвисает и ферзь, и кодь слон на И6, и восьмой ряд слаб, обязаны черные играть в ладья BG2, что и происходит. И вот в отличие от той позиции, которую мы видели, здесь разменена пара ладей. Но у черных пара темп или один темп с контакт, примерно до консолидации своих сил. Первое впечатление, да и второе, что так играть, конечно, Юаньи не должен был. Наверное, действительно не должен был примерно равной позиции соглашаться на позицию без качества чистого. Но далеко не все просто. Потому что все-таки фигуры черных очень активны. И они, черные, играют АБ. Они играют АБ. Бить АБ нельзя, подвиснет ладья. Можно было сыграть ЦБ. Но в этом случае черные ответили бы слон Е3. И сковали бы белых очень серьезно. И следующий ход полуугроза, это, наверное, слон Д5. И если черные скуют белых защитой коня Ж2, король будет чувствовать себя белой очень неуютно, то значение связанных проходных белых на ферзьевом фланге может оказаться небольшим. А вот черные проходные, если пойдут вперед, это будет действительно страшно. Неприятно, как минимум, для белых. Я думаю, что вот эти соображения такого рода, которые я сейчас сфорбулировал, прием, ну, они чисто абстрактные. Ну, вполне, ну, могут объяснить, скажем так, принятие того решения, того обстоятельства, что на Б4 взял Никита Ветюгов ферзьем. И, скорее всего, он поступил правильно, объективно, по шапку. Слон Д5. Ферзь Б2. Ферзь теперь может защитить коня. Белые не жмутся, так сказать, канатом с помощью хода ладья Ж1. Слон Е3. На Ж1 все равно не допускается белая ладья. А4. А белая пешка идет вперед. Если она пройдет далеко, то, конечно, это будет сковывающий действует на черные фигуры, в первую очередь на их ферзях. Хотя по диагонали слоны черных с этой пешкой бороться могут довольно успешно. H7, H6. H2, H3. Чтобы вывести, увести короля на поле. H2. Слон С5. Король H2. И слон С4. То есть, черные пытаются переставить ферзя со слоном. Вперед хочет пойти то ли на Е4, то ли, скорее всего, на Ф3 черный ферзь. А слоны неплохо боятся с проходной. Кроме того, это одна проходная, а не две связанные. Но, с другой стороны, у черных нет двух связанных проходных, так как пешка с белых стоит на С3, и пешка Д не проходная. Черная пешка на Д6. Ферзь С2. Ферзь Ф3. Конь H4. Ферзь Е3. Ну вот, важный момент. Время у Никиты Витюгова здесь было. Это был 43-й ход черных ферзь Е3. Здесь 44-й ход должен был сделать Никита Витюгов. И он мог сыграть конь G6. Этот ход он не сделал после определенного размышления. Похоже, что у белых было бы лучше. Если король H7, это ужасная ошибка. Когда конь бьет Е5 шах. Ферзем. Забирается слон на С4. И белый выигрывает. Поэтому, понятно, нужно играть король G8. Теперь конь Е7 шах. Вот не очень хочется уводить короля коня. Это, я опять же, объясняю психологически причину именно таких действий Никиты Витюгова. Очень не хочется уводить коня куда-то далеко от своего короля. Но король на самом деле прикрыт не так уж плохо. Потому что ферзь плюс ладья защищают все ключевые поля. Поле G2, поле H1, поле G1. Если теперь король F7, тогда конь Е5. Например, ферзь F3 и А5. И вот начинается вот такая вот вязкая игра. То есть, белые надвигают пешку. Мата им, белым, дать невозможно. Ход слон F2. Так, наглазок. Наглазок невозможно, а может возможен все-таки. Как-то так. На этот ход слон F2, который здесь заслуживает некоторого рассмотрения, вроде бы, поскольку на конь бьет D6 и конь бьет C4 черный возьмут ферзем на G3 и датнут мат, но есть, вроде бы, вот такой странный ход, как ферзь Е4. Ну и белые близки к тому, чтобы решительно захватить инициативу, потому что конь бьет G3, слон бьет G3 ничего не дает за конь бьет G3, ферзь защищен, а в случае взятия на Е4 будет дан шаг с вилкой, конь бьет Е4 и белые близки к победе. Это понятно. Если слон D3, вот, атака на ферзя и коня, тогда конь H4, ферзь атакован. Ферзь Е3, теперь ферзь G2. Скажем, слон H6, ну, слон H6 ход, наверное, неправильный. Так, по ощущению, вроде, хочется сыграть слон Е4, но там... Очень сложная игра. Вот я смотрю сейчас, ход, наверняка, слон H6 неправильный. Надо играть слон Е4 и продолжать давление на белого коня, может быть, G5 обсуждать ход. Вот, тогда ферзь F3 нельзя, тогда на G5 ферзь F3 белые выигрывают. Значит, слон Е4 вначале, а потом что-то. Опять же, психологически очень понятно, почему вот варианты такого типа, почему их можно опасаться, почему белые могут сюда не рискнуть пойти. И здесь король H8, тогда А5. Слон D3, скажем, это альтернативный вариант. Тогда ферзь H2 с угрозой ферзь G8 мат, слон C4, тогда ферзь G2 с угрозой ферзь А8 мат. Но белые поманеврировали, поманеврировали, нужно играть Е4, перекрывая диагональ. И теперь ладья D1. То есть, похоже, что у белых лучше. Но вот опять же, что такое лучше? Компьютеры дают эту оценку на основании того, что они взвешивают всю совокупность обстоятельств. Формально, по цифровому. Лишние качества у белых, какие-то угрозы у черных, доминация там-сям, такие-то варианты, ну, в общем, не решился. Не решился Никита Федюгов играть на выигрыш. Наверное, по-своему, по-человечески, вот прав, здесь надо ориентироваться, в первую очередь, конечно, не на какие-то формальные критерии, а на свое внутреннее ощущение. Скажем, иногда просто вы чувствуете, что голова плохо начинает работать, хуже работать. И не надо тогда лезть, не идти вперед резко, а, ну, есть ничья, ладно, ничья, не будем рисковать. И не стал рисковать Никита Федюгов, конь G2, конь H4, повторение позиции, соперники согласились на ничью. То есть, мне кажется, что две партии, сыгранные россиянами, они, правда, оба играли, и Александр Грещук, и Никита Федюгов белыми фигурами, они провели достойно, и партии эти были очень-очень интересные. Ну, а сейчас давайте подведем итоги четвертьфинальных сражений, первых партий четвертьфиналов, и отметим, что все они закончились ничью. Причем, если две партии, о которых прошла речь, а именно поединке Грещука с Дином Леженем и Витюгова с Юйани были очень зрелищными, то этому же нельзя сказать о двух других партиях, а именно партиях между Джеффри Шонгом и Тимуром Раджабовым, а также между Ливоном Бородианом и Вашьем Максимом Балагравом, хотя, конечно, Бородиан-Ваграф это была очень такая интересная стыковая встреча. Четыре ничьих. Четыре ничьих в первых партиях, и все или многое будет решаться во вторых поединках, а затем, если и там будут зафиксированы ничьи, то уже соперники перейдут в режим тайбрейка. Но все это произойдет позже. Ниже не остается ничего иного, как по традиции призвать вас ставить лайки, подписываться на тех, кто еще не подписался на наш канал, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, когда вы играете с ними в шахматы. А пока, до свидания.